Всем привет! Смотрите какая красота! Столярный стол, слесарный стол! Ну и уже мастерская почти закончена! Итак, сегодня в ролике я буду показывать, как я делал этого красавчика, этот столярный, вернее, слесарный стол. Столярный стол я вам уже не покажу, как я его делал, потому что я это все в видео не снимал. А вот слесарный столик, сегодня посмотрим, как я его сделал, на что он способен. И у нас, вот сразу вам скажу, есть одна зона Вот одна зона, где жестяная бляха И вот есть другая зона И для чего эти зоны, вы узнаете уже немножко попозже А пока что, приятного просмотра Смотрим, как я делал обалденный слесарный стол Приятного просмотра Итак, как вы видите, у меня уже есть стол Вот такой вот слесарный, хотя это, наверное, столярный стол Все-таки И вот такое мое рабочее место И теперь я подумал, что нужно мне еще другой стол На котором я могу делать разные железные детали И значит, вот я закупился дофигища метрами Тут чуть больше, чем дофига метров Трубы 20 на 35, квадратные трубы Вот, и в этом вот месте буду делать, буду сваривать стол слесарный Вот, и посмотрим, что с этого получится Стол должен быть крутой, классный, модный, молодежный Трубы 20 на 35, квадратные трубы Трубы 20 на 35, квадратные трубы Вернули в тяже Трубы 20 на 35, квадратные трубы Вернули в тюрьму Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 а поверх лист в 2 мм тут будет лист 4 мм я вам прошел и измерил и так погнали устанавливаем я вам покажу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Итак, значит, уже закончил я делать слесарный стол. Это у нас задняя часть. Вы можете спросить, для чего были вот эти вот отсеки. Ну, в принципе, уже все очень хорошо видно. Это для металлических труб, для круглых труб, короче, для любых труб. Длина стола у нас 2 метра. И, как видите, в заднюю часть помещается труба. 2 метра идеально. Может быть, 2 метра, может быть, 2 метра, можно было... И, конечно же, 2 метра, 2 метра, 2 метра, 3 метра, 2 метра. И, конечно же, мы будем класть, я буду ложить мелкие кусочки труб. Значит, ширина у нас этого отсека 44 сантиметра. То есть, вы сюда можете положить трубы больше метра. Не, вернее, не больше метра, лучше до метра ложить. У меня вот здесь около 50 сантиметров труба. Значит, есть 2 отсека. Верхний отсек, нижний отсек. Также можно доварить было еще один отсек или сделать эту часть шире. То есть, вы тут уже делаете по своему усмотрению. Я сделал так, потому что мне так удобно. Если, например, длина труб меньше, чем 44 сантиметра, я уже покажу. Я буду ложить их, например, в переднюю часть, чтобы они были всегда под рукой. Трубы побольше, ложим сзади. Я сейчас вам расскажу примерно, для чего первая зона и вторая. Вторую немножко попозже. Значит, вы видели, что под низ листа жести я постелил плиту из прессованной стружки. Вроде как. Лучше, конечно, бы использовать было другую плиту, но она мне обошлась дешево. И не хватило ее, по факту, уже и на полочке. Полочки я уже доделаю потом. Итак, это у нас основное рабочее отделение. Тут мы можем резать, варить все, что связано с металлом и с деревом. В принципе, делаем все, что хотим. Вот, я думаю, что покрытию ничего не будет. Оно у нас плотное. Можно стучать. У нас снизу есть поддерживающие направляющие, которые не дадут проломиться доске. А также у нас вот 80 сантиметров длина стола. То есть удобно. Можно положить какую-то большую деталь. Вот. И, в общем, делать все, что хотите. В принципе, можно было бы еще доску кинуть. Двадцатку или сороковку вместо этой плиты. Но я посчитал, что для моих целей, для моей мастерской, вот эта плита, вот эта вот столешня будет удовлетворительной. Вы уже, когда будете делать под себя, под свои нужды, уже делайте материал. Но стелите материал, который вам нужен, который вам будет удобен. Что же касается этой у нас части. Как вы, опять же, видели при сборке этого у нас слесарного стола. Снизу у меня лежит полутора миллиметровый лист металла. Это для того, чтобы придать уверенности конструкции, скажем так. Потому что здесь буду стучать молотком и кидать, ложить разные детали. То есть тут я могу делать все, что угодно. Далее над полутора миллиметровым листом у меня лежит все та же плита, тырса, плита с прессованной тырсой. А сверху у нас уже лежит четырехмиллиметровый, если, да, все правильно, четырехмиллиметровый лист металла. Стучать можно, можно прыгать, можно скакать, можно делать все, что угодно. Бить молотком, никаких деформаций не должно быть. Вот и надежно, в общем, я надеюсь. То есть закрепил я обычными саморезами по металлу, вот, убил несколько сверел. Сверла просто ужасные. Я покупал сверла среднего качества, скажем так, и они просто... Или я не умею сверлить, хотя вроде как немножко умею. Короче, сверла ужасные. Вот, и значит у нас такая зона. Ну, и уже нижняя зона, как вы видите, она не доделана, скажем так. Тут у меня, значит, стоит компрессор, тут у меня растворители разные, а тут остатки металла. Что я хочу делать? Тут, значит, можно сделать или шухлядки. Это уже вы смотрите на свое усмотрение, когда будете делать для себя такой столярный, слесарный стол, вернее. Я же тут сделаю просто полочки, вот, и у меня на верхних полочках будет лежать обычный обрезки с металла. То есть они будут под рукой. Если нужно что-то приварить, взяли металл отсюда и просто варить это. В общем, как я считаю, это очень удобно. Также в этих отсеках можно также сделать полочки, сделать все, что хотите. Если вам полочки не нужны, вот, можете поставить, вон, компрессор у меня стоит, поставить пылесос, не знаю, строительный, поставить инструмент, сделать вешалки для инструмента. То есть вы можете использовать это вот пространство для своих нужд и как вам позволит фантазия. Я пока что не доделал, потому что, повторюсь, не хватило мне плиты. Была бы плита, доделал бы и вам бы показал. Но пока что я даже не знаю, что еще буду делать. Полочки тут точно будут обычные, без шухлядок. А тут может быть еще приколбашу, приколдесные шухлядки. Вот как-то так. Надеюсь, ролик вам понравился и был интересен. А стол полезен и, возможно, это для вас будет идея, чтобы смастерить свой стол. Пишите в комментариях, как вам сегодняшняя самоделка в мастерскую. Как вам этот красавчик. А также пишите, чтобы вы, возможно, поменяли или добавили. Мне будет интересно почитать ваши комментарии. И, возможно, после их прочтения и ваших советов, я что-то себе добавлю в стол. А может, вообще в мастерскую. Был рад для вас стараться. Подписывайтесь на канал. Дальше вас ждут много интересных приколдесных бомбезных самоделок. У меня там уже в загашнике, короче, идей очень много. Так что будет очень-очень интересно. А на сегодня все. Спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok